Когда мы подъехали к подъезду, что увидели в окне дети? Естественно, любого отца, как мужчину, в душе что-то сыграло. Рабочая суббота начиналась для бригады скорой помощи, как и обычно. Выезды и первая медицинская помощь больным. Им уже не раз приходилось спасать чьи-то жизни. Но именно в этот день роли спасителей они примерили не в привычном для себя амплуа. Обыкновенная детская игра стала причиной серьезного пожара. Так получилось, что медики прибыли на место происшествия первыми. К этому моменту под окнами уже столпились соседи, которые натянули одеяло и кричали детям прыгать вниз с четвертого этажа. Врачи запретили это делать и ринулись выламывать дверь. Ведь на счету была каждая минута. Услышали крики детей. Дети стояли на подоконнике на четвертом этаже на кухне. Ужасная, конечно, картина. Когда мы ломали эту дверь, единственное, что приходило в голову, лишь бы они не прыгнули вниз. Поэтому приходило уже с такой ударной силой работать. Потому что там четвертый этаж. То, что там натянули какие-то одеяла, это можно все пробить с такой высоты. И находился еще подъездный козырек внизу. Очень близко. Поэтому все могло закончиться довольно печально. Ну, со второго раза мы открыли дверь. Вдвоем нажали на рычаг. Дверь выскочила сюда в коридор. У нас сразу обожгло едким дымом. Эта история со счастливым концом. Благодаря отважным людям трагедия не случилась. Почему сразу выламывать дверь не принялись местные жители, останется вопросом без ответа. На любительской видеосъемке видно, что среди толпы зрителей были и мужчины. Но кроме того, как придумать, растянуть одеяло, размахивать руками и ругаться в ожидании спецслужб, в их головы, видимо, ничего не пришло. На вопрос, почему медики не стали, как и остальные, дожидаться пожарных, водитель скорой помощи, не задумываясь, отвечает. Нет, такого не было. Надо было просто детей вытащить оттуда из пожара. Потому что местные жители там собрались, кричали прыгать, прыгать, и они натянули там какое-то одеяло. А прыгать нельзя. Доктор сказал, они сейчас там все переломаются, если прыгнут. Сегодня об этих людях пишут и показывают СМИ. Им выражают благодарность представители власти. Представить мне к региональным наградам, отличившихся работников скорой помощи, а вы там посмотрите возможности примирования дополнительного за верность своей профессии. А они просто скромно отговариваются. Это наша работа. Страх как бы такого не был. Страх ощущался потом, когда уже мы спустились вниз, пожарные подъехали, начали тушить там. Как-то тут уже начинаешь головой осознавать, что сделал. Это обычная наша работа вообще. Привыкли спасать. Так что, обычная работа. Когда мы увидели двоих детей практически, которые пытались уже прыгнуть, я думаю, любой нормальный человек уже в подсознании, мы понимали, что уже что-то надо делать. Мы еще не знали, что, но уже все равно надо что-то делать. У нас все это обыкновенно. Скорая есть скорая.